Доброго дня! И здорово, что иногда порой какие-то международные всероссийские фестивали, мероприятия, праздники проходят здесь у нас в Самаре и отрадно всегда это принимать и отрадно всегда вас знакомить с теми людьми, кто к этому руку приложил. Вот и сегодня мы будем говорить о масштабных проектах, которые делаются для молодежи, руками молодежи, собственно для всех неравнодушных к каким-то интересным процессам, происходящим здесь у нас в Самаре и во всей стране и в мире в том числе. Мы будем говорить про медиаполигон 24, мы будем говорить про фестиваль науки и все это с нашими сегодняшними гостями. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь руководитель штаба Самарской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки Алексей Оржанов. Здравствуйте. И Анастасия Бекмурзина, студентка САМГУ, ведущая площадки «Паспорт здоровья». Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну я так понимаю, что фестиваль науки это какой-то проект с большой историей. С большой историей. С чего все началось? Началось все. Ну вообще этот проект стартовал в Москве. Стартовал он как фестиваль науки Московской области. Инициатором его стал МГУ имени Ломоносова. То есть ВУЗ все-таки был инициатором. Да, ВУЗ был инициатором. И сегодня, ну вот сейчас, сегодня 10-й юбилейный фестиваль науки. Всероссийский уже. Он проходит под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации. Ну и, соответственно, это движение развивается в том числе в регионах. Вот и у нас в регионе с начала этого года фактически фестиваль науки приобрел такой региональный масштаб. Ну, у разных ВУЗов разная история, как они участвовали, да, в этом фестивале. Как вот в Госуниверситет пришел фестиваль? В Госуниверситет фестиваль... Кто на кого вышел? Да, пришел, ну, как обычное письмо из Министерства образования и науки Российской Федерации. Не хотите ли, да? Да, не хотите ли. Оно попало в руки Совета молодых ученых и специалистов САМГУ, собственно, где инициативная группа сформирована была. И с этого года вот в Самарском госуниверситете стартовал этот процесс, большой процесс. Это такое, сегодня это уже общественное движение, оно существует как бы и внутри ВУЗа, и в его области, да. И с 13-го года это огромная история, на самом деле, которая так вот в двух словах не рассказывает. У нас есть фотографии, давайте посмотрим, да, о некрасноречивии многих слов. Пока что вам расскажешь, чем же занимаются молодые люди, Алексей, ну, рассказывайте, что видим и где это все проходит. Это проходит все в лабораториях, в ценах университета. Значит, первая фотография, это было химическое шоу, вторая, это из лаборатории, интересные опыты. Молодежь поддержала вообще все это? Однозначно. Вот у нас, вы видели, большая команда работала в Новокуйбышевске дважды, мы представляли. На первый фестиваль к нам пришел министр, значит, экономического развития и торговли Самарской области Кабенко. У нас на одном из мероприятий был губернатор. Ну, вот здесь вот самое разное направление, на самом деле, здесь представлено в фотоматериале больше естественно-научное, но есть и гуманитарное направление, филологи работают, историки работают. Это гости. Это гости, да. Это вот, собственно, полкосмоса у нас там рассказывает Николай Иванович. Это, кстати, февральские фотографии, потому что в этом году мы открыли мероприятие фестиваля в феврале на День науки. И, собственно, в этом году у нас была целая серия мероприятий. Ну, куда же без науки-то в госуниверситете, мне кажется? Ну, вообще никуда, да. В современном мире без науки-то никуда. Да, конечно. Я так понимаю, историческое. Это историческое, да. И нанотехнологии, роботы. Да. Все есть, все, что нужно. Мы исходим из того, что, конечно, у нас основная целевая аудитория фестиваля – это школьники, это студенты и горожане, потому что цель фестиваля – популяризировать науку. То есть можно даже прийти к вам? Свободно. Вход свободный. Любой человек может прийти, да, ему померяют давление, я не знаю, покажут мышей, да, объяснят, что с этими мышами делают и зачем, вот, покажут какие-то интересные химические опыты, дадут попробовать себя в роли, значит, человек. И есть два таких девиза, я вот думаю, их надо озвучить. Первый – это прикоснись к науке. Задача сделать так, чтобы человек действительно к ней притронулся, чтобы он почувствовал, что наука – это что-то настоящее, да. И второй девиз – это наука ноль плюс. Ну, я видел там, да. Это наука для всех, действительно, ноль плюс. Вот. У нас уже есть достаточно большая история, очень много площадок отработано, очень много, это вот ваши коллеги, кстати. Да, так случайно. У нас очень много отработано, совершенно новых площадок появляются, вот, сейчас у нас готовится будет такая химия сна. Масадь, то есть прийти поспать к вам можно будет? Нет, можно прийти и узнать, а правильно ли вы спите, а как надо спать, да, какие существуют ритмы, как это связано с физиологией. И задача науки действительно популяризировать науку и показывать, что она очень нужна в жизни человека. Вот, ну и повышать, понятное имидж, ученые, исследователи. А когда это все будет проходить? На каких площадках? На нынешнем этапе мы готовим центральное мероприятие Самарской региональной площадки Всероссийского фестиваля науки. Она пройдет 13-14 ноября. При этом площадка будет работать одновременно и в Самаре, и в Тольятти. В двух городах в области. В двух городах, да, и посетить смогут все. Мы приглашаем школьников, приглашаем, ну, любых жилователей. Наверное, и абитуриентам тоже будет интересно прикоснуться. Обязательно, обязательно, да. Это, в общем, такая нормальная форма профориентационная работа. Ну, и понятно, что это популяризация инноваций, потому что о них тоже нужно рассказывать простым людям. Ну, в смысле, каждому, да, любому горожанину. Это было бы интересно. Я хотела, да, спросить у Анастасии. Анастасия, ну, вот такая интересная площадка, паспорт здоровья. Я так понимаю, все-таки это идет от специализации, на которой вы учитесь, и решили тоже поучаствовать в фестивальном? Да, конечно. Я обучаюсь на биологическом факультете. В этом году я выпускаюсь. Вернее, на следующий год пишу диплом. И, естественно, преподаватели с кафедры попросили нас, ребята, вы не захотите, не хотите поучаствовать в фестивале науки? Я в этом году буду участвовать второй раз, но за весь год, вот промежуток, такой отдых между огромными вот этими мероприятиями, мы посещали огромное количество выездных мероприятий, в том числе... Опытом обменивались, наверное. Мы были в этом году два раза своей площадкой, ну, и немножко такой модифицированной площадкой, где показывали маленьким детям микромир под микроскопом, так скажем. Но микроскопы и не маленьким-то было бы интересно посмотреть. Да, кстати, и не только маленьким детям, их родителям, безусловно. Это очень интересно, потому что я оттачиваю свой опыт. Вот мне нравится делиться с окружающими людьми интересными вещами, которые окружают нас, но они не знают, по какому принципу они работают. И интересно видеть такой взгляд, о, я не знал, неужели это так? Отказывается. А оказывается так, вы знали, и даже душа радуется, что, о, я помогала. Я думаю, что биологи такие люди и идут как раз, те, которые сами готовы открывать, да еще и всем остальным людям что-то показывать. Так, а паспорт здоровья? Что это, проект какой-то? А паспорт здоровья – это площадка от кафедры физиологии человека и животных, на которой я специализируюсь. К нам приходят люди различные, там, маленькие дети, посташера, их родители, кто хочет, в принципе. И мы проверяем основные параметры их организма. Меряем давление, измеряем давление, параметры дыхания, зрения. Все, что они о себе, может быть, не знали, да? Да, да, именно так. Но это достаточно простые методики, но дают общее описание состояния их организма. А бывало так, что, например, вы там что-нибудь такое вот сделали, узнали, выяснили, и человек такой, о, я не знал, пошел к врачу, вылечился? Нет, такого не было. У нас в основном все были здоровы. Это хорошо. Приходили спортсмены, конечно, у которых частота сердечных сокращений была, например, ниже, но это абсолютная норма для спортсменов. Конечно, мы думали, это не патология, мы вам объясняли, не бойтесь, это нормально. Я так понимаю, что многие площадки фестиваля науки все-таки курируют студенты, выпускники, или все-таки преподаватели тоже как-то вовлечены в это? Обязательно. Преподаватели, более того, как я говорил с самого начала, что Совет молодых ученых включился, Совет молодых ученых – это молодые кандидаты наук, защитившиеся, они работают, они активны, им интересно. И во многом они инициируют, но сегодня у нас, так сказать, в активе есть такие уже профессора, которые с большим удовольствием читают лекции широкой школьной аудитории, студенческой аудитории. То есть на самом деле это движение, которое сегодня захватывает уже и такой, ну, маститых ученых, да, причем и именитых ученых. Но, собственно, это и нормально, потому что, ну, одной из таких вот фишек, да, фестиваля является то, что это лекции, научно-популярные лекции от ведущих ученых. Понятные лекции. Понятные лекции, да. Да, и это фильмы, значит, вот мы сотрудничаем в этом году еще с фестивалем актуального научного кино, тоже такой большой интересный проект. Нам фактически дана лицензия на демонстрацию там научно-популярных фильмов, да. В основе этой серьезной работы, как вы понимаете, тоже лежит труд уже, ну, именитых, маститых исследователей, ученых, которые включаются в это движение. Да, профессора нас поддерживает. Ну, я вот нашла в опросолизе вашего мероприятия, что будет еще проект Дни научного кино «Фанк». Что это такое? Дни научного кино, фестиваль актуального научного кино. Это большой тоже всероссийский проект, который развивается при поддержке там целого ряда спонсоров, включая там «Роснана», например, да. Его задача – это фактически выкупить лицензии для того, чтобы можно было показать научно-популярные, хорошие, очень интересные фильмы широкой аудитории, как можно более широкой аудитории. В этом смысле мы партнеры, потому что мы решаем одни задачи, наши цели близки, и мы договорились о том, что в рамках большого фестивального движения будет организован просмотр в ноябре-декабре 2015 года. Следите за афишами. Сейчас мы вот разговариваем с кинотеатром, если кто-то увидит... Что там может быть? Какие-то операции или какие-то опыты? Как это вот просто заинтересовать наших зрителей? Там очень интересно, там порядка 40 фильмов, ну, например, там есть фильм «Такой заговор вокруг электрической лампочки». Или, например, есть фильмы, рассказывающие о истории сотворения мира, да, но с научной точки зрения. С научной, понятно. Да, откуда это все берется, космологическая, да, концепция. Или нанотехнологии, а что это? Потому что никто же, ну, не все представляют себе, что такое нано, да, на самом деле, с научной точки зрения. Биологи знают, наверное. Вот надо людям рассказать. Химики очень хорошо знают. И химики, собственно. И химики знают, да. Ну, кстати, я знаю, что у вас Дни науки проходят регулярно, и вообще очень с большим успехом о них рассказываете. Есть ГОСТВ, на котором Анастасия работает. У нас есть ролик. Я предлагаю посмотреть. Ажиотаж невероятный. Все счастливы и радостны. И поверьте, с большим удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, экспериментах, акциях, которые в эти дни проводятся. А потом вернемся, расскажем, что же за интересный проект инициировал фестиваль науки. Не переключайтесь. Сегодня в Самарском государственном университете творится что-то невообразимое. Огромное количество людей около вуза и в холле университета. Люди в белых халатах, пробирки, микроскопы. Чего здесь только нет. Здравствуйте, с вами ГОСТВ. И сегодня мы попытаемся выяснить, по какому поводу такое огромное количество людей собралось в стену госуниверситета в этот погожий осенний денек. Сегодня здесь работает площадка «Биология для всех». Она подготовлена сегодня Биологического факультета Самарского государственного университета. Фестиваль науки направлен на популяризацию науки, на повышение имиджа ученого, преподавателя, исследователя. На площадке физиологии человека и животного Биологического факультета Самарского госуниверситета можно составить свой паспорт здоровья. Но для этого нужно пройти череду обследований, что мы сейчас и сделаем. Да, справку о состоянии здоровья мне не выдали, но зато я теперь полностью уверена, что все основные параметры моего организма в норме. Тапочек. Тапочек. Привет! Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша площадка сегодня в этот день? Мы представляем площадку «Изесущие бактерии». То есть мы рассказываем нашим гостям о микрорывниках, которые присутствуют в воде, в почве. Мы представляем нашу новую технологию – бактериальную целлюлозу, которая тоже занимается на как-то преподаватель. Это сейчас самая новая разработка. Мы все пытались попробовать на всех площадках данных фестивалях. Абсолютно всех мы проходили мониторинг здоровья, смотрели микроскопы, узнали очень многого из мира биологии, биологических факультетов. Вот так проходит череда мероприятий в рамках фестиваля науки «Самгу-2015». Ярко, насыщенно, масштабно. Ну вот так масштабно все проходит в госуниверситете. Я думаю, что в этом году, когда будет проходить фестиваль науки, Всероссийский фестиваль, 13 и 14 ноября, в Тольятти, в Самаре, на площадках наших вузов будет что-то интересное, удивительное проходить. И, собственно, я так понимаю, что может все-таки попасть любой желающий. Что нужно для этого сделать? Просто прийти, принести с собой что-то, зарегистрироваться где-то? Как это все происходит? Если позволю. Ну, смотрите, во-первых, у нас в движении фестиваля не только вузы, у нас основная площадка центральная будет работать в областной библиотеке, областная универсальная научная библиотека, 13 и 14. Там вход будет с 10 до 15-16 часов, о, с 17-18, извините, часов. Вход свободный абсолютно. Единственное, что мы просим гостей, чтобы они обратились к нашей группе ВКонтакте, если речь идет об организованных группах, чтобы они все-таки регистрировались. Ну, заявлялись как-то, что мы хотим, допустим, количество 20 человек классом посетить. Да, потому что прикоснуться, чтобы каждый прикоснулся к науке, нужно, чтобы все-таки мы понимали, сколько у нас народу куда идет. Желающих прикоснуться к науке. Да, потому что если группа большая слишком, мы не сможем позволить это сделать каждому. Поэтому мы бы вот хотели понимать, как это будет происходить. Для себя у нас есть диспетчерское фестиваль, которое, собственно, распределяет. Всю логистику на себя. Всю логистику на себя берет, да. Группа наша ВКонтакте, фестиваль науки 63. Можно найти. Да, можно найти спокойно. Всем неравнодушным, да. Есть наша информация по программам или по мероприятиям на сайте Всероссийского фестиваля науки московском. Там тоже это можно найти. Ну, то есть, ищите просто. Фестиваль науки в Самарском. Да, ну, мы сделаем, конечно, и у себя в группе программу «Универсальный формат». Если кто заинтересовался, ищите информацию там, перепосты. Это наша сила. Расскажем всем миром о том, что будет происходить у нас здесь в Самаре вот совсем скоро уже в ноябре. Ну, а совсем скоро, если говорить об эфире, то будем говорить о удивительном проекте. Проект «Медиаполигон-24». Образовательный проект федерального журнала «Русский репортер». Вот 13 ноября, что будет происходить, я думаю, об этом нам с большим удовольствием расскажут наши следующие гости. Я же благодарю вас. Удачи вам. Спасибо. Научных открытий, экспериментов ярких. Ну, а что же ожидает журналистов молодых и всех тех, кто хочет что-то интересного узнать о городе, не только, мы узнаем уже через пару минут. Моя хобби – большой теннис, например. То есть, как бы спортивный хобби. Фитнес ежедневно, танцы два раза в неделю. Это собрание людей на машинах нестандартной квалификации. То есть, обделанные там турбины, обвесы и много всякого. Ну, гоняем нелегально, то есть, боясь милиционеров или, как они там сейчас, полицейских. Ну, что о них там еще рассказать? Это интересно, много адреналина. Приду, косы, прически делаю. То есть, как хобби. Читаю много очень. Это тут единственное хобби. Люблю читать. Я в детстве собирала открытки. Помогать потом. Лежу, вышиваю, шью. Ездим за границу отдыхать. Последнее время с августа я занимаюсь огненным жонглированием. Это, ну, по и кручу. Ролики, там, не знаю, скейтборд. Это же нормально. Там, не знаю, прыжки, джампинг. Не знаю, там, прыжки это все. С парашюта люблю прыгать. Круто. Особо-то нет такого хобби. Ну, если когда время попадает, то вязать что-нибудь. Детям, внукам. Я рисую. Некогда. Работ много. Практически не бывает свободного времени-то. Но телевизор смотрим. Для души, ну, просто рисовать, играть на гитаре и все. Больше нет ничего такого необычного. Ну что, продолжается наша шефер. И мы в этой части нашей программы в программе «Универсальный формат» говорим о таком, мне кажется, просто масштабном. И наш город такого еще не видел. Я думаю, что мы все с удовольствием будем знавать подробности. «Медиаполигон-24». Давайте знакомиться с нами здесь Олеся Сальникова, главный организатор проекта «Медиаполигон-24» в Самаре. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. «Медиаполигон-24». Как вообще попал он в Самару? Я давно участвую в проектах журнала «Русский репортер». И о этом мероприятии знаю, ну, года уже 3-4. И участвую в других городах. У нас не было такого? У нас не было. И, собственно, у меня была такая давнишняя мечта привести проект в Самару, потому что он действительно масштабный, потому что это действительно позволяет заявить о своем городе, рассказать о своем городе на уровне федеральном, ну, даже на уровне мировом. Так как трансляция новостей, она идет онлайн, она идет в сеть, ну, а в сеть могут попасть... Да, все посмотреть, прочитать о нашем городе. И после того, как в том году я впервые сама побывала на медиаполигоне в Челябинске, я уже вдохновилась и в течение года как-то не кидала эту идею. И когда в этом году решалось, где будет медиаполигон в Самаре или в Омске... Самара победила! Самара победила. Это было очень непросто, так как медиаполигон – это команда добровольцев, по сути. Которому, наверное, пришлось все-таки доказать, что наш город достойный. Конечно. Но медиаполигон Самаре будет. У нас были небольшие сроки, но мы уже очень много сделали, и мы уже готовы говорить о масштабной программе. По сути, я думаю, нужно рассказать о том, что такое медиаполигон. Конечно. Дорогие друзья, я так понимаю, сейчас информация еще актуальна, потому что записаться можно. Да, мы ждем заявки для участников до 4 ноября. До 4 ноября вы еще можете попасть к нам. Кто? Кто? Во-первых, это образовательный проект для журналистов, фотографов и видеографов. Отлично, запоминаем. Причем впервые в Самаре направление видеографов будет представлено. Мы еще ни разу этого не пробовали. Потом вы можете узнать информацию у нас в группе ВКонтакте. Там есть все ссылки на заполнение анкет. И также мы просим активно участвовать всех, кто хоть как-то увлекается журналистикой. То есть я могу поучаствовать? Конечно, для этого не обязательно быть профессиональным журналистом. Не нужно там иметь огромный опыт работы в журналистике. Нужно просто интересоваться жизнью своего города. У нас многие люди, согласитесь, любят также в социальных сетях сообщать о каких-то событиях в городе. Конечно, иногда даже я не буду стесняться этого. Порой мы новости какие-то находим именно в социальных сетях. И мне кажется, телевидение так и живет сейчас, потому что человек сообщает информацию. Мы ее распространяем уже до всех. Это нормальная практика. Это нормальная практика. И медиаполигон, он включает в себя как учебную часть, так и практическую часть. И с 9 по 15 ноября у нас пройдут и мастер-классы. Причем мастер-классы от московских журналистов, от журналистов журнала «Русский репортер», от журналистов научного, журнала «Код Шрёдсингера». Это журнал Всероссийского фестиваля науки. Он существует не так давно, но уже очень популярен и заявляет о себе. И также выступят ведущие спикеры Самары. И практическая часть, это, пожалуй, самая интересная часть, и ради чего все съезжаются на медиаполигон, и почему он притягивает каждый год много молодых журналистов. Мы так среди организаторов называем этот день «День Икс». День Икс, отлично. И так, по иронии судьбы, случилось, что в Самаре он будет в пятницу 13-го. Итак, друзья, информация для всех неравнодушных, и кто в пятницу 13-го сможет присутствовать, я так понимаю, у экрана своих мониторов. «День Икс» в Самаре от медиаполигона, международный проект, как мы уже выяснили, для фотографов, журналистов, видеографов, видеооператоров, ну, в общем, для всех тех, кто хочет делать новости и как-то пытается их делать своими силами, но хочет научиться это делать более профессионально. Запоминайте, значит, медиаполигон «День Икс» что будет? Будет онлайн-трансляция какая-то? Да, накануне между журналистами разыгрываются точки. Точки — это разнообразные места в городе от служб, скорой помощи, полиции, от предприятий, от каких-то культурных центров, культовых мест города. Это совершенно разнообразные, и журналисты в «День Икс» выходят на эти точки и транслируют новости здесь и сейчас в режиме онлайн, в режиме тотального формата. Эта информация поступает в штаб редакторов, и редактор уже выкладывает новость на сайт. В итоге получается за сутки такая очень своеобразная, интересная картина города, порядка тысячи новостей. И я скажу, что журналистам, работая в городе, принадлежа конкретному СМИ, очень сложно такие масштабы охватить, конечно, но это естественно. И поэтому данный проект, он еще этим уникален, потому что он позволяет сосредоточить сразу, представляете, около 200 молодых журналистов. Конечно, представляете, можно красными точками на карте обозначить. Да, то есть, по сути, сделать то, что нереально, сделать своими силами в одном конкретном городе. И это позволяет показать действительно, как кипит жизнь в большом городе. Даже если вы живете в этом городе 20 лет или больше, вы можете... Чего-то не знаете. Конечно, вы можете увидеть вообще его с другой стороны, или полюбить, или удивиться, но вряд ли остаться равнодушным. А я хочу Алексею спросить, как вы попали в этот проект? Ну, как я попал. Вообще, весь такой медиа-актив Самары зазывали активно в число организаторов. То есть, отличием от предыдущих медиаполигонов является то, что вводят новую сферу, это видео. Я, как человек, который с этим знаком, не понаслышке, меня позвали заниматься организацией видео. Ну, вот, собственно, Олеся и позвала. И, конечно, с радостью откликнулся. А как это случилось все-таки? Где учишься? Расскажи немножко. Научись в Самарском государственном университете на втором курсе на историческом факультете. Всех тянет на телевидение. Ну, да, тянет на телевидение. Как-то, а почему по профессии не работать, например, историю преподавать? Ну, вот как раз история показывает, что многие журналисты на нашем телевидении Самарском, как раз выпускники из ТФАК. Не обязательно Самарского государственного университета, но также и Педагогического университета. Связи даже есть. Так что, я думаю, что учиться журналистике можно... Можно и не учиться журналистике, журналистом становится, наверное, все-таки по большей части. Ох, я бы поспорила. Я думаю, преподаватель журналистики тоже. Ну, какая твоя функция будет на этом фестивале? Моя функция – это курирование людей, которые будут отснятый материал привозить в штаб, собственно, выкладывать это на сайт, отправиться редактором, самому заниматься съемкой, организовать точки. Вот, собственно, такой списочек. Ну, хороший, внушительный списочек. Сколько же организаторов по Самаре? Сложно назвать какое-то конкретное число. Ну, можно быть, человек 10-15. Сейчас скажут человек 200, я бы не удивилась. Мы бы были рады, поверьте, потому что работы много, и последние две недели она очень бурно кипит, и нет времени, там, не знаю, на сон, но это не суть. Так как есть вдохновение и есть желание все-таки проект сделать, сделать его хорошо, отлично, и показать, действительно, показать даже не только молодым журналистам, но и всем жителям города, что представляет из себя наш город, какие люди в нем живут, потому что мы не можем тоже, каждый не может, да, знать каждого жителя своего города. Некоторые даже не успевают посещать места, которые мы хотим показать, живет целая жизнь в Самаре, а такого места еще не видел. Я в бункере Сталина не была. Ну вот, стараемся учесть ваши замечания. Смотите меня кто-нибудь. А у нас, кстати, есть привет от одного москвича, москвич же, Алисия, для всех участников медиаполигона. Я предлагаю посмотреть, порадоваться, мысленно передайте ему привет, а потом вернемся в студию. Привет, Самара! Я Григорий Тарасевич, главный редактор журнала «Код Шлеттингера», ну и много-много чего еще. Мы едем к вам, едем с медиаполигоном. Это очень трудный проект. Нам придется не спать, придется нервничать, придется бегать по городу, редактировать много-много текстов. Но это очень драйвово. Это очень круто, и я очень надеюсь, что вы будете с нами. Присоединяйтесь! Ну вот, немножко заинтриговали. Хочется, конечно, всем вам еще рассказать о мастер-классах, которые будут. Что будет на мастер-классах, если говорить конкретно прям? Пока есть конкретные темы от московских ведущих мастер-классов. Допустим, тот же Григорий Тарасевич – это один из руководителей и основателей проекта «Медиаполигон», редактор «Русского репортера», ныне редактор журнала «Код Шлеттингера». Человек, которого очень интересно слушать, в принципе, в любой атмосфере, не знаю, даже сидя у костра, он может рассказывать о науке интересно, о журналистике интересно. Человек с большим опытом. И будут его мастер-классы, как и по научной журналистике, так и уже касаемо темы тотальной журналистики, как, в принципе, в рамках «Медиаполигона» можно выживать и делать хорошие новости. Можно ли выживать в рамках «Медиаполигона»? Можно. Спать еще при этом, да, и есть. Сложно, но можно. Но он правильно выразился, это такой драйв. И поэтому, когда проект начинается где-то снова, собирается вся команда, причем собираются все бывшие города, где «Медиаполигон» уже проходил. В том числе, вот у нас сейчас огромное число заявок от челябинцев, у которых «Медиаполигон» был в том году, да, видимо, он прошел настолько масштабно, что ребята теперь хотят поучаствовать и здесь. Будут и другие журналисты и сотрудники журнала «Русский репортер», будет главный редактор журнала Виталий Лейбин, который выступит с лекцией, будет специальный корреспондент Юлия Гутова, которая расскажет, как достучаться до героя интервью, как, в принципе, делать репортаж. Будет редактор отдела «Репортаж» Юлия Вишневецкая, она будет впервые на «Медиаполигоне». Ну, это получается больше такая пишущая журналистика, а телевизионная журналистика будет как-то представлена? Да, повторюсь, что, опять же, видеонаправление делается впервые, поэтому программа еще тоже прорабатывается, там есть, то есть там пока нету точных кандидатов и спикеров, мы не можем пока их заявлять вот так открыто. Еще плюс, наверное, секретная информация. Она не секретная, просто момент договоренности, он еще до конца не достигнут. Ведутся переговоры. Ведутся переговоры, говорят Олег. Есть уже самарские спикеры, которые предлагают очень интересные мастер-классы, например, по психологии журналистики, когда в интерактивном режиме ребята будут делиться на группы и решать, да, как показать, как рассказать историю интересно с помощью тех или иных эмоций. Вот, то есть будут... У тебя практически актерское мастерство еще. А вы сами-то будете успевать на какие-то ходить мастер-классы? Леш, ты будешь? Кто-нибудь уже хочешь ходить? Я, конечно, с радостью, потому что в этом деле-то я не очень давно, поэтому мне бы очень хотелось. Это, наверное, получится по аналогии с Иволгой. Вот, например, мы недавно ездили на Иволгу и тоже были в числе организаторов, хотели быть участниками. То есть, опять же, в теме о том, что ты не спишь, ты 12 часов работаешь организатором, 12 часов ходишь на мастер-класс. Ну, может быть, примерно так и будет. В конце смены Иволги все как роботы, но зато со знаниями, с хорошим багажом знаний. Итак, до 4 ноября принимаются еще заявки. Когда и где будет проходить это? На каких площадках? С 9 числа по 15 ноября мастер-классы будут проходить на базе Госуниверситета, Самарского государственного университета. Соответственно, с 9 по 12, 13 у нас день Икс. Ну, вообще этот проект называется, это спецпроект такой в рамках медиаполигона, проект ГОР-24, в данном случае Самара-24. И он как раз проходит вот 13 ноября. 14-го, 15-го будут заключительные дни, будет закрытие, будут мастер-классы именно в рамках фестиваля науки, потому что удалось так удачно совместить, что проект приезжает в рамках поддержки фестиваля науки. И 15-го ноября будет непосредственно... Грустный день. Да, печальный грустный день. Расставаний. Расставаний, провожаний и, наверное, надежд на новый медиаполигон передачи. В любом случае, это, мне кажется, очень хороший проект и новый опыт абсолютно для молодежи Самары и для тех, кто этим занимается, для тех, кто это в вузах продвигает, делает телевидение, делает радио, делает печатные какие-то издания. Причем это здорово, что действительно, как Алексей сказал, не совсем профильное это направление, но хочется. Когда хочется, надо тянуться. Мне кажется, что хорошее дело делайте. Молодцы, отрадно за Самару. Я надеюсь, мы не подкачаем, мы будем не хуже Челябинска. Где там еще проходил? А, не хуже. Не хуже Уфы. Ой, хуже Уфы. У Екатеринбурга. Да, и пусть нам завидует Омск. Правильно? Ну... Чуть-чуть. Да, мы поможем им в следующий раз. В следующий раз. Может быть, действительно, да, это все пройдет в Омске. И поедем в Омск. Надеюсь, да, мы много интересной, полезной и нужной, и самой главной информации для вас сегодня донесли. Мотайте на ус, не сидите дома. Поэтому, если чувствуете в себе силы какие-то развиваться и чему-то научиться, у вас до 4 ноября еще есть масса времени подумать, все взвесить, почитать, заполнить анкету и быть участником этого удивительного проекта. Медиаполигон 24. Спасибо большое вам, дорогие ребята, друзья. Удачи. Ну, а с вами прощаемся. До следующей встречи. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова